Удобную спецодежду, каску, перчатки и очки выдали в раздевалке. Не терпится спуститься в шахту. На предприятии безопасность и здоровье сотрудников главное. Поэтому каждый, кто спускается в шахту, проверяет свое состояние. Современные устройства измеряют давление, пульс и проводят тест на алкоголь. Профессиональный тонометр делает вывод. Со здоровьем все в порядке. Я уже прошел медосмотр, получил шахтный самоспасатель, головной светильник. И вот-вот моя мечта исполнится. Я спущусь в шахту компании Еврахима Сольский калийный комбинат. Дальше дорога до специального лифта, который называется шахтная клеть. И спуск на глубину более 400 метров. Непривычно и волнительно. Немного закладывают уши. Со мной десятки сотрудников Еврахима. Они заступают на смену. Настроение у всех замечательное. Чувствуется командный дух. Ребята общительные. И вот я в шахте. Здесь, как в городе, развита целая маршрутная сеть. Люди рассаживаются по пассажирским шахтным автобусам. Называются они кроты. Впереди дорога ехать минут 15. С остановками для высадки пассажиров. Поражает профессионализм водителей. Как филигранно они управляют такими махинами. И вот мы на месте. На стенах узоры невероятной красоты. Здесь же видно, как закладывают шахтные пустоты. Воздух какой-то особенный. Дышится легко. Нас встречает крепкое звено. Команда из вагончика Александра Воронова и комбайнера Игоря Безматерных. Комбайн Урал-20Р. Один из самых продвинутых. Автоматика и качественная сборка вкупе дают хорошую производительность. 32 тонны с одного метра. За смену Игорь Безматерных с напарником проходят примерно 40 метров. Работать одно удовольствие. А эта серия изумительная. Просто приятно работать. Все, все ручки, все открываются, все не надо. Раньше было все вручную. То есть ходить надо было сюда. Здесь все здесь перед тобой. Это система управления вся. Полностью комбайном. Это гидравлические ручки. Это все электрическое. Игорь Владимирович мастер своего дела. Трудится в шахте более 20 лет. На Еврохиме отличная команда и хорошее оборудование. Главное достоинство предприятия. Дает понять опытный шахтер. Без нее уже не можешь без этой работы. И другая уже как бы вообще неинтересна. Просто вот поверхностные работы, они уже вообще несовместимы с нашей спецификой, я скажу. Она потому что индивидуальная. Бригада слаженная. Сейчас она у меня молодая. Молодежь растет. Без нее никуда. Без молодежи я имею ввиду. Яркий тому пример напарник Игоря Владимировича Александр Воронов. Ему 31 год. Устроился на Еврохим 3 года назад машинистом буровой установки. И показал на своем примере. На Еврохиме есть хороший карьерный рост. Дружный коллектив у нас. Очень интересно было поработать. Узнать, что это такое. Город у нас промышленный. Основная работа в шахте. Моя работа заключается в том, чтобы перевезти руду от комбайна, от комбайнового комплекса и до скважины довезти, чтобы дальше руда уже по конвейеру пошла на фабрику производства. Комбайнер, как кажется на мой обывательский взгляд, просто рычажки нажимает. На самом деле работа в шахте непростая и очень ответственная для настоящих мужчин. На этом коротком уроке экскурсия в шахту закончилась. А в голове появился вопрос. Хотел бы я стать настоящим шахтером? Пожалуй, да. В преддверии Дня Шахтера хочется поздравить всех причастных с праздником, пожелать крепкого здоровья и выразить благодарность компании Еврахим за уникальную возможность побывать на экскурсии в шахте. Сергей Каленик, Степан Некрасов. Новости Верхнекоме.